ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 что будет в пересчете на наши деньги 35-40 тысяч рублей. Давайте. И это будет совершенно другая ситуация, но они не хотят заботиться о людях, не хотят, чтобы люди жили долго, не хотят, чтобы они жили богато. Сегодняшняя пенсия в России – это пособие по нищете. Это не уважение государства к людям, это унижение со стороны государства в сторону людей. Кого сейчас спасает российское правительство, в целом вся российская власть этой реформой? Оно спасает тех олигархов, которые присосались к власти, которые, получая свои деньги, в течение суток выводят их за пределы нашей страны. Ежесуточно из нашей страны уходит полтора триллиона долларов, полтора миллиарда долларов, извините за ошибку, но ежесуточно. Это деньги, которые невозможно себе представить. Делек не хватает здесь, вот на этом асфальте, вот в этой организации, рядом, где люди получают 12-14 тысяч рублей, а не 25 в среднем, как говорят власти. Все, что делает сегодня российское государство, направлено на то, чтобы люди не могли жить долго. То, что сейчас, на этих митингах, люди заявляют свой протест, это не единственное, что мы должны делать. У меня есть предположение, что государство будет вынуждено пойти на компромисс, если почувствует, что что-то зашаталось. И поэтому говорить нужно громко, и говорить нужно прямо. И нужно говорить в том числе о том, что вся российская власть целиком, без исключения, отвечает за эту пенсионную реформу. Нет ни одного человека высшей власти в России, который не был бы в курсе, это инициатива правительства. А то, что господин Медведев выступает куклой, озвучивающей чужие идеи, так когда было иначе? Так было с самого первого дня, в том числе, когда он был президентом. И хочу обратиться к вам за словами уважения, потому что то, что вы приходите, то, что вы говорите, то, что вы не молчите, в этом залог того, что вся наша страна, все мы вместе будем жить лучше. И помните, пожалуйста, перед каждыми выборами, перед каждым голосованием, перед каждой возможностью отдать свой голос той или иной политической силе. Как голосуем, так и живем. Спасибо. Псковское яблоко Партия граждан за власть народа